Ну что ж, Илья, вот мы у тебя и в холодильнике, смотрим, что есть. Добрались до холодильника, что интересно у тебя есть. Нам нужно 6 ингредиентов. Что выберем? Так, я подумаю, давай, наверное, попробуем вот это. Вот это. Вот это возьмем? Нет, нет, вот это. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это проект «Холодильник». И сегодня у нас в гостях популярный блогер, актриса, модель Алия Алимжанова. Алия, привет. Привет, Адиль. Как вы делаете? Все отлично, спасибо. Спасибо большое, что ты пустил нас домой, что столько интересного мы нашли у тебя в холодильнике. Собственно, какое блюдо у нас будет сегодня? Сегодня мы будем готовить блюдо, моё авторское, называется «Ди фишзели». Ди фишзели. Ди фишзели, ого. Просто выговорить даже очень сложно. Хорошо, что я к логопеду ходил в детстве. Ну и давай, пока я занимаюсь луком, я хочу несколько интересных фактов выгибить. Ну давай, попробуй. Ты очень популярна в Инстаграме, да? Угу. В социальной сети. Как ты поняла, какой был момент, когда ты поняла, что ты уже становишься популярной? На какой отметке? На самом деле я не очень люблю, когда меня называют популярным блогером. Я не признаю вот это слово «звезда», «популярная», «инстадива», или как ещё там называют девушек, которых много подписчиков в Инстаграме. А, светская лица, да? Нет, не светская лица, мне ещё далеко кажется, да чья. Я просто, просто блогер. Ты просто делаешь то, что любишь? Да. Ну, то, что мне нравится. В 15 лет меня мама отправила в модельную школу. Именно тогда я начала этим всем заниматься. В общем, мама сама отправила? Мама просто грезила, мечтала, чтобы я стала моделью. Ого. Но я в этом ничего не понимала и не знала. Поэтому прошла просто в модельную школу, научилась ходить на каблуках, научилась более-менее краситься. И потом начала ходить на кастинги. Моя мама всё ещё считает, что моя карьера в Инстаграме целиком и полностью зависит от моей модели школы. И что это только благодаря ей. Надеть, пока ты резал лук, у тебя это получилось очень даже неплохо. Спасибо. Я подготовила нашу рыбку, один кусочек пока. Обмазала его майонезом, добавила приправой, соль. Так. И скоро оно пойдёт в духовку. Но перед этим тебе нужно нарезать картошку. Хорошо. Можешь ней чистить. А, прям так, да? Угу. Оно у нас будет мандирить, да? Да. А пока ты очень медленно режешь картошку, я приступлю ко второму кусочку. Итак, сейчас мы начнём наш основной процесс. Подготовим противень. Смажем его. Да, мы его смажем. А насколько обильно? Ну, не очень обильно. Или это пожелание? Ну, это не очень принципиально. Так, смазываем противень. Так, сначала выкладываем лук. Ты тоже можешь мне помочь. Давай, давай. Так, кстати говоря. Затем мы выкладываем... Рыбку, да? Рыбку. Прямо на лук. Да, прямо на лук. Это как подложка будет из лука. Классно. Далее мы кладём картошечку. Давай, ты не... Можем даже так по бокам. И сверху, наверное, не стоит. Ага. Сделаем вокруг. Да. Так. И чуть-чуть ещё лука подсыпем. Ага. Так. Чуть-чуть кучка добавим. И всё, да? И можем ещё даже приправы. Вообще приправы любишь? Да. Мне кажется, приправы от них зависят. Очень много. Вкус, да. Ну, то есть картошка-картошка. Окей, будет вкусно. Но у вас приправы будут. Божественно. Божественно в исполнении Алия Алимжана. Так. В принципе, мы закончили. У тебя руки чистые. Чистые. Ты и отправишь в духовку нашу сюда. Всё, руки. А на сколько времени? На минут сорок, наверное. Как сказала Алия, кладём на тридцать-сорок минут. Ну, и пока рыбка у нас запекается, мы передаём слово Ерланда, который находится с шеф-поваром, и они готовят блюда нам в альтернативу. Всем привет. Меня зовут Ерланда, и рядом со мной находится шеф-повар ресторанового комплекса Хобес-Сарая, Нржан Шумабаев. Нржан, салем. Салем. Как дела? Хорошо, отлично. Ну, поскольку наши ребята Алия и Алия занимаются любительской степнёй, мы должны приготовить из тех же шести ингредиентов блюда в альтернативу. Что мы сегодня приготовим? Ну, у нас есть красная рыба, картофель, лук репчатый, сметана, лимон и приправа, получается, масло-растительное. Из этого мы сегодня приготовим сёмгу в духовке, запечённую с картофельным пюре. Даже звучит, даже вкусно. Да, то есть это будет просто блюдо, которое можно приготовить дома. Чем я могу быть полезнее, с чем я могу быть? Так, пока можешь тогда почистить картофель, а я займусь соусом, самым основным. Сейчас можно прокомментировать, чем ты сейчас будешь заниматься. Я лук нарезал, получается, сейчас я буду мариновать рыбу и поставлю на духовку, пока мы сделаем пюре и соус. Всё, отлично. А после этого мы замаринываем. Соль. Давай я понаблюдаю, как это блюдо-чёрный. А тут ничего сложного, в принципе. Для нас, может быть, ничего сложного. Да, для нас ничего сложного. Ну, я думаю, наши телезрители, они наблюдают. Я думаю, у них уже, наверное, текут слёнки, поэтому хорошенько наблюдайте, как проходит этот процесс. Я думаю, всем этот рецепт будет полезен. Как даже Нуржан до этого говорил, можно пригласить своих гостей домой и смело презентовать такое замечательное, вкусное блюдо. Так, мы сейчас сверху поливаем масло растительное, соль, перец, лимон. Это для чего? Это для вида, чтобы блестело или какой-то вкус придает? Нет, она же будет обжариваться сейчас. Ну, Нуржан, после того, как ты поставил в духовку рыбу семгу, пусть она будет готовиться сколько минут? Ну, рыба готовится быстро. В принципе, минут 10-15 достаточно для рыбы. В зависимости от толщины и от градуса. Мы поставили рыбу на 12 минут, на 200 градусов. То есть она уже будет готова. Так, я почистил картошку, мне еще... Все, теперь будем отваривать картофель. Хорошо, я думаю, тогда картофель будем отваривать. Я положу сюда. Что мне дальше делать? Дальше мы займемся соусом. Рыба у нас почти что готова. Две минуты мы пока можем украшать тарелку. Давай, чем я могу тебе помочь? Давай, берем тарелку. Я хочу, чтобы ты сегодня сам сделал, украсил блюдо, как они называются. Это будет мой дебют, наверное. Да, то есть у нас пюре, пюре готово. То есть мы чуть-чуть добавили базилик и красную рыбу. Берем формочку. Я должен, наверное, сверху ее запомнить. Да. Мне кажется, оформление у нас получится профессиональным. Я же все прям полностью должен... Полностью, да? Аккуратно. Ага. Вплотную. Я пока вытащу рыбу. Все? Хорошо. Вы не суди, мне нужно хорошо. Ну как получится. Все. Я могу тебе помочь. Хорошо. Я думаю, основную функцию помощника я, наверное, и выполнил. И вот. Вот такая уже форма у нас образовалась. Сами обратите внимание. Очень красиво, очень аппетитно. И сейчас единственное остается оформление профессионала. Всем видно? Я думаю, всем видно вот именно вот такая формочка. Но это, наверное, нужно еще не все, да? Да, конечно, это еще не все. Добавляем лимон. Ага. Можно добавить. Такое вот блюдо от шеф-повара. Базилик. Жан, поскольку ты симпровизировал из этих шести ингредиентов, подошел к этому профессиональным, я думаю, ты имеешь право дать название этому блюду как шеф-повар. Ну, давайте назовем это блюдо стейки семги Ярланда. Ну вот, вот такое вот блюдо у нас получилось. Теперь посмотрим, что получилось у ребят. Ну что ж, уважаемые друзья, телезрители, наше горячее блюдо от Алии Алимжановой готово. Насколько я помню, ди-фиш-зале. Все верно. Все. Очень крутое блюдо, очень классно выглядит. Покажем всем здесь зрителям. Что ж, что у вас получится, я думаю, вы попробуйте сами. Спасибо большое, Алия, тебе за гостеприимство. Всегда, пожалуйста, приходи в гости. Спасибо большое. Ну что ж, Алиюш, твой холодильник официально прокачан от нашей программы, поэтому вот такой тебе на память магнитик, чтобы он у тебя всегда был, и чтобы ты всегда, глядя на него, вспоминала о нашей программе. Спасибо тебе большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.